Продолжение следует... 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 образовательном пространстве, по-моему, к стандартам начальной школы, то, как он получился, как он стал работать, как подключились к ему педагоги, но в основном позитивное отношение на всех уровнях образовательной вертикали или нет? Учителя, по-моему, приняли его или нет? — Я могу высказать свою точку зрения, может быть, в чем-то и субъективной. С одной стороны, мне кажется, что идеи, которые высказаны в стандарте, они действительно приняты педагогами. И причина, мне кажется, в том, что все-таки начальное образование уже у нас кроме два десятилетия живет этими идеями, что мало передавать знания, нужно учить пользоваться этими знаниями. Вот то, что сейчас в стандарте сформулировано, как системный деятельностный подход, как овладение метапредметными результатами, это в значительной степени анализ того, что уже было в начальной школе. И поэтому вот с точки зрения идеи, мне кажется, да, принимается позитивно и благодаря тому, что это не противоречит вот тем достижениям, которые мы имели последние 20 лет. Но все новое, с другой стороны, некое опасение вызывает. И опять же, если мы говорим о системе контроля и оценки, знаете, когда я первый раз прочитала вот утверждение, в момент еще работы над стандартным, что система контроля и оценки призвана повысить качество образования, то я задумалась, потому что да, она обязана оценить качество образования, результаты, которые благодаря ей получены, нам могут помочь, улучшить качество, но как сама система может повысить качество. И вот здесь я, честно сказать, вот сначала скептически отнеслась, а потом, знаете, вот поняла, что да, возможность есть, если мы до начала обучения по стандарту говорим, как мы его будем проверять. А вот с этим стандартом так случилось, что в момент работы над стандартом началась работа и над инструментарием по его оценке. То есть мы не были в ситуации темной комнаты, в которую мы входим, и мы не знаем, что нас ждет за дверь через четыре года, и как нас проверят, и, соответственно, вот эта вот нервозность, да, тревожность, так ли все я делаю, а вот потом будет такая работа, которую я даже предположить не могу, и вот как мои ребята растеряются, не растеряются и так далее. А вот она была исключена тем, что демонстрационные версии материалов появились в момент принятия стандарта. То есть все педагоги знали, ну, то есть более-менее представляли себе, как будет оцениваться... У них была такая возможность, скажем так, что работа продолжается, конечно. В плане оценки метапредметных результатов до сих пор у нас, не могу сказать, что полная ясность, да, очень сложный разговор, что такое метапредметные результаты, до конца понятия... Сейчас скажу, а в начальной школе есть метапредметные результаты, есть компетенции, и они есть... Вот, собственно, метапредметные результаты, это... Это и есть компетентные результаты? Да, потому что если мы читаем, как они сформулированы в стандарте, в девятом процессе, мы читаем, что метапредметные результаты... А это как раз ОУД, если мы читаем формулировку стандарту, то метапредметные результаты — это овладение универсальными учебными действиями в скобках, познавательные, коммуникативные, регулятивные, обеспечивающие овладением вашими школьниками ведущие компетенции, умением учиться. То есть метапредметные результаты объединяют учебную деятельность, ОУД, три группы, и компетенция, как овладение младшим школьником учебной деятельностью, на том уровне, на котором это возможно сделать. В любом случае, если я правильно помню и понимаю, все разговоры за все эти годы, в начальной школе составляющая цифровая или компьютерная значительно увеличилась с стандартом. Или это не связано? В Москве была проведена огромная работа для того, чтобы каждый ребенок оказался более-менее в цифровом пространстве. Мой ответ на вопрос заключается в том, что компьютерная грамотность, компьютерная компетентность – это один из метапредметных результатов. Это, собственно, так и прописано в стандарте. И поэтому нам только очень важно понимать, что это не единственный метапредметный результат. Была какая-то волна такая, что казалось, что… Бывает какая-то ниточка, за которую потянешь и вроде все вытащишь, да? Но от того, что в этом было много нового, от того, что дети современные, кажется, более гаджет-ориентированные, то оказалось, что, может быть, вообще учебный процесс станет интереснее, если у них такая будет возможность. Но я не знаю, насколько мы ее реализовали и правда ли то, что я сейчас говорю. То есть, опять, я ни в коем случае не хотела бы брать на себя ответственность, говорить, правда или неправда. Я могу выяснить только, опять же, свое суждение, основанное на некоторых данных. Ну, во-первых, вот еще и еще раз, да, компьютерная грамотность – одна из составляющих метапредметных результатов. Никто не отрицает важность, да? Но мы должны понимать, что это не единственная ниточка, за которую можно сейчас тянуть. И, кроме того, вот просто ребенку дать возможность работать на компьютере, не обеспечив его очень высокого уровня материалом, который есть внутри, да, как программа. Это значит, что форма есть, содержания нет. И вот я, в том числе, имею отношение к участию России в международном исследовании ПИРС. Это связано с читательской грамотностью. Там очень большой блок, дети выполняют задания, потом отвечают на вопросы анкеты. И очень большой блок анкетный для родителей, для администрации, для учителей. И поэтому есть возможность сопоставить потом уровень овладения читательской грамотностью и факторы, да, которые выявлены с помощью анкеты. И в том числе, там, много, конечно, вопросов было связано с компьютерами, что мы увидели, вот, благодаря данным, проанализировав данные, что те дети, которые много работают на компьютере в школе, они не обладают самым высоким уровнем читательской грамотности. Да, то есть нет и обратного, не говорят, что у них вообще уже нет даже базового уровня. Но, то есть, впрямую количество работы на компьютере не приводит к качественному результату. Очень важно, как это организуется. Ну и вот, и последний вопрос нашего короткого, короткой сессии телевизионной, да, Марина Ивановна. Значит, а средняя школа, пятый класс готов? То есть, мы не знаем, это новые дети, не новые дети, но мы предполагаем, что это уже дети по-другому умеющие учиться. Пятый класс, там, готовы принимать таких детей? Знаете, у меня здесь ситуация такая, что я в большей степени занимаюсь, конечно, начальной школой, да? Я точно знаю, что вопрос преемственности сейчас очень остро стоит. Понятно, что основная школа работает над этим, да? Она понимает, что начальная школа перешла на стандарт, но мы все вот с нетерпением ждем, да, насколько это будут... Это отразится. Да, другие дети. Но то, что задача стоит, вопросы преемственности стоят, и, опять же, вот здесь, по крайней мере, на уровне государственных документов, стандарт начальной школы и стандарт основной школы, они не взаимопротиворечивающие, они очень идеологически выдержаны в одном направлении. Это тоже, мне кажется, залог успеха решения этой проблемы, которую вы обозначаете. Ну, в любом случае, мы к этому относимся оптимистично, да, с большими надеждами, потому что всегда нам нужна надежда, что вот идет, идет волна, идет волна новых детей, новых, мы со всеми договорками, да, все равно с каким-то новым ощущением. Я помню, что даже когда просто делалось эксперимент в твоем классе, в твоей группе в университете, уже это давало прогресс, потому что сама ситуация эксперимента. Потом проходит первая волна, может все вернуться обратно, но вот эта волна, она всегда оказывается особенной. И, может быть, эти дети принесут что-то новое в нашу, по-настоящему, в школу. Мы видим репортаж с 13-го фермерического педагогического марафона, день учитель начальной школы. И Марина Ивановна Кузнецова всегда рассказывала о системе оценки качества начального образования в соответствии с ВГОС, основные подходы, процедуры, инструментарии. Спасибо вам большое. У нас сегодня было очень много педагогов. Продолжение следует...